Во всей стране стартовала неделя приемов по теме жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Эти вопросы чаще остальных поступают к народным избранникам разных уровней. В Ленинском городском округе неделю приемов открыл депутат Московской областной думы Владимир Жук. Нерешаемых вопросов нет, они все известны, стандарты, скажем так, и пути решения их тоже понятно. Например, раздельный сбор мусора – это неудобство, связанное с размещением на первых этажах. Магазинов – это размещение в квартирах таких собачников, что называется. Ну и так далее. То есть все обычные живые опросы, которые постоянно мы видим и слышим, и над ними работаем. Прием был организован в Центральной региональной приемной партии «Единая Россия». Он походил в онлайн-формате, поэтому присоединиться к участию мог любой житель Московской области. По телефону или видеосвязи заранее записалось шесть человек. Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос. Вы спрашиваете меня по поводу раздельного сбора мусора по установлению специальной площадки. У нас сейчас в доме нет раздельного мусора из-за того, что нет площадки. Вот как добиться, чтобы ее сделали? Чтобы давать людям более компетентные ответы на вопросы, на приеме присутствовал руководитель Общественного совета партийного проекта «Городская среда». Долгое время Елена Андреева занимается темой благоустройства территории Московской области. Говорит, проблемы жилищно-коммунального хозяйства отходят на задний план. Большую актуальность последние годы имеет вопрос создания парков и скверов. Уже от парков и скверов хочется выйти из подъезда и увидеть более наполненные детские площадки. В этом случае мы, конечно, стараемся учитывать все пожелания. Это для разных возрастных категорий наших детишек. Более того, у площадок дворовых изменились критерии. Теперь это и тренажеры для того, чтобы мамочки, папочки и просто старшее поколение могло заниматься своим здоровьем. Пути решения вопросов, с которыми в этот день обратились жители Подмосковья, несколько. Владимир Жук уверен, решить любую проблему будет легче, если к процессу активно подключатся представители компетентных органов, муниципальные депутаты и главы городских округов. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.